В микрорайоне Иннокентьевске завершается строительство новой школы. Она станет самой большой в городе. Это будет не просто образовательное учреждение, а спортивный и культурный центр всего микрорайона. Когда ученики сядут за парты в новой школе и какой она будет, смотрите в сюжете далее. Уже в январе новая школа примет почти 1300 учеников. Подрядчик работает в ускоренном темпе. Строить школу начали в конце ноября прошлого года. А сейчас уже завершают отделочные работы и завозят оборудование. Новое учебное заведение разгрузит 151-ю и 150-ю школы и поможет сократить вторую смену, считает Министерство образования Края. Сейчас как раз вместе с управлением образования города Красноярска перед нами стоит задача правильно скомплектовать данную школу. Скорее всего мы целыми классами это сделаем для тех детей, кто обучается во второй смене. В первую очередь. Особенно начальные классы, которые сейчас учатся во второй смене, они могут перейти в полном составе. На строительство школы выделено более 900 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. В новом четырехэтажном здании несколько спортивных залов и библиотек. Ученики младшей школы будут учиться отдельно. У них своя библиотека, свой спортивный зал, полностью свой отдельный вход, если понадобится, существует. Поэтому это автономный блок. Есть блок старшей школы, а есть места общего пользования, которые могут быть использованы не только школьниками, но и жителями микроэлементов. На техническое оснащение новой школы из краевого бюджета выделили 25 миллионов рублей. Здесь обустроят современные учебные лаборатории для классов химии, физики и биологии. Поставляться техника в библиотеку, будет поставляться именно учебно-наглядные пособия, которые в других школах таких нет. Дальше идет прямо отдельный блок различной техники и приспособлений для маломобильных групп населения. Учебное заведение строится по типовому проекту, который власти планируют растиражировать. Сейчас проводят конкурс на строительство школы в микрорайоне Покровский. А частные инвесторы возводят учебные заведения в Преображенском и Солнечном. В перспективе школы по этому проекту построят в микрорайоне Пашиной и Бугач. Денис Денисов, Алена Гривцова, Павел Иваницкий, 7 канал.